Всем привет, с вами Костян. Мы по-прежнему в Вьетнаме. Частенько мы здесь заруливаем в такие места, где продаются что-то прямо на улице. Стритфуд. И я рядом с теми самыми рулечками, которые мы уже как-то обозревали. Но это здесь не самое популярное. Самое популярное здесь, естественно, утка и куры. Вот сегодня по ним и пройдемся. А я рядом с рульками, потому что утки и куры здесь прямо в двух шагах. И вот они, те самые утки. Цены такие. 280 донгов за целую утку уже готовую. А здесь еще нам повезло, есть грудинка. Грудинка стоит 35 донгов за 100 грамм. Вот и давайте возьмем пол утки. Здесь вот прекрасно написано, что половину можно взять. И граммчиков 200 как раз грудинки. Давайте посмотрим, как это нам нарежут. Вот затарились. Ну, будем уже пробовать это, когда найдем какое-то местечко. Пока еще проедемся по остальным местам. Вот таким же, где продается всякое такое грильное. Наберем, а потом куда-нибудь забуримся, так сказать, и дегустировать все подряд будем. Первое место уже есть. Помимо грильных вещей попадаются еще и фритюрные. Знаете, по типу KFC-шных. Ноги, крылья и здесь еще даже банан во фритюре. Вот давайте парочку ног, крыльев возьмем и сравним. А лучше или хуже, чем наши стандартные вот какие-то KFC-шные. Нужно обязательно попробовать. Тем более, что ценники очень даже неплохие. Продолжение следует... Почти в каждом ролике я посещаю здесь морские рынки для того, чтобы прикупить морепродуктов. Ну, а доставляются они сюда, конечно же, на кораблях прямо из открытого моря. А хотелось ли вам ощутить соленые брызги на полном ходу своего собственного корабля? А для этого и не надо ехать куда-то за 3-9 земель, ведь в игре World of Warships все под рукой. А если вы по какой-то невероятной случайности еще до сих пор в нее не играли, то сейчас реально самое время. Ведь игре совсем недавно, в сентябре, исполнилось 5 лет. 5 лет экшена, общение с друзьями в онлайне и 5 лет интереснейших событий. Лично я, хоть и не так давно в игре, но разобрался за 5 минут. Реально все быстро и понятно. Пара боев, и ты уже легко ориентируешься на поле сражения. Как приятно с самого начала топить супостатов. А между боями можно смотреть крутые познавательные ролики с историями о флоте прямо в игре. Ну а звук и графика в игре меня особенно порадовали. Да и разрабы еще умудрились так ее оптимизировать, что потянет даже на очень слабеньких машинах или стареньком ноуте. Если игра еще не установлена у вас на компе, то не ждите, регистрируйтесь по моей ссылке в описании. Вот сейчас реально самое время. Ведь на пятилетие игры там раздают самые большие призы за всю историю игры. Наваливают от души. Более полутора тысяч дублонов, 6 миллионов серебра, сигналы, юбилейные камуфляжи. Мало? Вот вам еще и легендарный премиум крейсер Аврора и крейсер пятого уровня Амаха. Все еще мало? Тогда вот вам еще и 45 дней премиума. Не жди, тыкай по ссылке в описании и вперед рассекать волну и топить врагов. Здесь нашлось даже местечко, что можно прям здесь присесть и перекусить. Ценники одинаковые, что за ногу, что за крыло. 25 донгов. И что интересно, я не зная того, взял 4 просто позиции, 2 ноги, 2 крыла. А оказывается, что если ты берешь 4 штуки, то тебе на выбор еще в подарок либо пепси, либо картошка. Я взял картошку, но честно говоря, без пепси, наверное, здесь тоже не обойтись. Почему-то нам сервировали для четверых, хотя нас здесь трое. Тем не менее, нужно попробовать ногу. Как видели, ее даже для этого фритюрят перед тем, как к тебе подать. Отличная хрустящая. Остроты чуть-чуть не хватает. Где тут острый? Вот хочется изнутри без кляра попробовать. Слушайте, казалось бы, простой соус, а очень вкусный. Очень достойно сделано. Вот хрустит, внутри при этом сочная, как надо. Салфетки, как всегда, здесь просто отрезанные какие-то кусочки бумажки. Лучше с собой свои возите. Я что-то затупил, а здесь же специальное даже местечко есть, чтобы вот так вот кетчупчика, сказать, навалить. И нормально уже можно пробовать. Давайте крылышко оценим. О, сочность сразу видать. Отличное крыло. Да. Слушайте, ну вот, прям, да. И косточка выскакивает. И сочность есть. Слушайте, да молодцы, молодцы. Да ничем не уступает. Серьезно. Вот так вот пришел. 25 донгов, вот одна нога. Ну хорошо, 50 заплатил, две ноги или нога крыло. И ты прям сытый и довольный. И при том, что сочность, я боялся, что я зря не взял пепси, что типа запивать чем-то придется. Нет. Прям отличные, хрустящие хляры, сочная курочка. Очень классно. Ну-ка, картошечка. Ну, картоха вот внутри могла бы быть такая, знаешь, понежнее. Снаружи-то она хрустящая, все с ней в порядке. А внутри могла бы чуть-чуть понежнее. Ну да, такое впечатление, что она перепритюрена слегка. Ну и я подумал, а что бы нам здесь еще и не попробовать то, что мы уже закупили, а именно нашу утку из свинину. Слушайте, с ливером, я смотрю, вот здесь сердечко лежит. Это вроде как желудок, пока что не поймешь. Ну-ка, давайте посмотрим. Ну да, вот это точно сердце. Ага, вот она печенка. Печенка отличная. Слушайте, здорово. А это, по-моему, действительно желудочек. Давайте сначала просто так. Внутри с косточками. Ну, вы видели, что он рубил действительно с косточками. Вот такая отличная, длинная утка. Довольно сладкая. Интересный вкус. Ну, здесь привыкаешь к тому, что практически любое блюдо сладкое. Но здесь нужно отметить, что эта сладость очень и очень даже подходит. Шкурка. Могла бы быть более хрустящая, хотя и прикольная. Хотя и прикольная. Мм, очень жирненькая такая. Класс. Теперь с соусом. А соус просто великолепный. Это такое впечатление, что слегка выдержанный соевый, даже разобрать его сложно. Он просто отличный. Вот этот соус, один из лучших, один из вкуснейших, который у меня здесь попадался. Это отличная утка. С отличным вот этим соусом. Просто классно. Я хочу кусочек печенки еще. Сразу же вместе с этим соусом. Печенка тоже мягкая. Тоже отличная. Главное, ничего не пересушено. То есть вот та же самая печенка, она отлично и на вкус, и выглядит замечательно. Серьезно. Вот к этому блюду да невозможно придраться. Оно само по себе вкусное, а с этим соусом просто отличное. Просто великолепное. Давайте к свинье перейдем. Если она будет такая же, то это просто 10 из 10. Удачнейшее место и не очень дорогое. Так, где у нас свинина? Так, ну по поводу сочности. Вот здесь сразу, в общем-то, можно сказать, что грудинка, ну, не бывает не сочной. Знаете, кусочек вот такой вот грудинки сейчас попробуем. А потом мне хочется очень-очень попробовать еще. Самое главное, это ведь, это еще и шкурка свиная. Для начала просто кусочек мяса. Отлично. И вот даже та самая маленькая часть шкурятины, которую я здесь вот жую, она уже очень хрустящая. Она прям отличная. Вкус же самой свинины нормальный, хороший, достаточно грильный. Чтобы прям что-то невероятное, такого нет. Очень крепчайший такой середняк. Вот прям очень крепкий. А вот шкурятину хочется попробовать, потому что вот тот кусочек... О, ничего себе, как я. Тот кусочек, который я первый попробовал, там была настолько хрустящая, что я вот большие надежды возлагаю на именно вот это. Шкурятины свиной, это самое, считай, главное. Да. Это то, что я хотел от грудинки. Отлично, зажаристая, хрустящая. Просто великолепная шкурятина. Я бы, честно говоря, самую остальную грудинку даже не брал. Вот просто нарежьте мне вот шкуру отдельно, знаешь, и все. Ну, этого было бы вполне достаточно. Вот такие вот шкварочки. Это то, что нужно. Подводя какой-то итог по этому моменту, можно сказать, что утка замечательная. Раздел она просто тяп-ляп, вы же видели. Просто он нарубил ее подряд со всеми костями и так далее. Поэтому хоть и казалось бы отдельные кусочки, но ковыряться в них придется. Хотя они и не такие большие, знаете ли, в принципе это нормально. Соус великолепный. Вот без этого соуса это блюдо бы потеряло вот 50% вкуса точно. А вот с ним это то, что нужно. И не так-то и дорого. Ну, по поводу овощей, я думаю, здесь и так все понятно. Немножко огурчев. И вот это маринованный дайкон с маринованной же морковкой. И немного еще чили. Не будем останавливаться. Найдем еще какое-нибудь местечко. И там еще что-нибудь попробуем. Следующее местечко у нас кебабное. И что интересно, здесь подается в двух видах кебаб. Один в конвертике, такой хлебушек, а другой в лаваше завернутый. И еще в разных соусах. Белый майонезный соус и острый, значит, чили, какой-то красный соус. Ну, скорее всего, это что-то типа кетчупа. Ребята еще только раскачегариваются, потому что еще не готовы. Сейчас немножко подождем и обязательно попробуем оба варианта. И вот мы дождались обоих кебабов. Вот это у нас с белым соусом, с майонезным. Это остренький чили. Его на попозже. Всегда, естественно, упаковывается это вам с собой. Поэтому здесь попробуем. То место, где мы сидим, принадлежит кафешке с супом. Кстати, если они успеют, он скачегарится. Может, мы и супчик захватим. Для начала майонезный. Слушайте, богато напихали. Прям богато всего. По овощам, по мясу. Ну, серьезно, вот прям нормально. Огурцы, вот я вижу сразу же, что это те самые толстошкурные, которые мне здесь не очень нравятся. Но, тем не менее, ладно. И капуста есть, и мясо-то вот серьезно, прям добротно так. Трава, зелень. Слушайте, нормально. И соуса тоже. Видно, что прям чуть ли в нем не плавает. Ну, что ж, выглядит неплохо. Какой интересный вкус у булки. Он как будто бы кофейный. Серьезно, кофейная булочка. Это прикольная штука. Интересное вот прям сочетание. До сих пор такого кебаба я еще не пробовал. По поводу мяса, все в порядке, все нормально. Его действительно довольно много. Овощи тоже сбалансированы. Все здорово. Но интересный, очень интересный кофейный вкус булочки. Ну, и опять же, по поводу сытости. Ты хочешь вот по дороге себе такую штуку схватить, перекусить ей, идя куда-нибудь, и быть сытым. И вот с этой штукой у тебя это получится. Может быть, не на весь день, конечно, сытым будешь, но на часок полтора точно хватит. Серьезно. Соуса достаточно. То есть, это не сухомятка. Я вот два укуса сделал, запивать вообще вот ни разу не хочется. Отличный кивапчик. Отличный вот прям даже соус. И тут есть. Слушайте, здорово. Интересный вкус булки. Вот прям интересный. Он, кстати, наверное, к острому больше подойдет, чем к майонезному. Ну-ка, попробуем острый. Тут что-то схалявили чуть-чуть. Ну, здесь вот как бы есть кусочки мяса, но здесь видно огромный кусок помидора, огурца. Что-то не особо много прям и кетчупа. Разные, что ли, готовили? Они там вдвоем вместе готовят. Один, как будто бы один человек, девчонка делала, другой парень. Я не знаю, какой из них кто делал, но выглядят они совершенно по-разному. Давайте со стороны помидорки вкуснем. Приходится вгрызаться чуть поглубже, потому что, видели, начинки здесь как бы не так, чтобы прям много. Пока еще даже не распробовал, если честно. А вот этот что-то, он ни о чем. Здесь вот той остроты, которая, знаешь, типа острый кебаб. И предполагалось будет, знаешь, подгорать там еще чего-то. Я вот прям надеялся на это, серьезно. А вот как-то странно. Сейчас, вот серьезно, мы никуда не уехали, сейчас поинтересуемся, а как так получилось? Что вот здесь и наполнение больше, и, значит, соус нормальный, все здорово, классно. А здесь и соуса нет, у меня ничего, даже остринки никакой во рту не присутствует. И наполнение слабое. Это тот самый случай, когда можно прекрасно узнать, в чем, собственно, случилась проблема. Сейчас узнаем. И я так смотрю, что нам потихонечку поднесут сейчас еще и супчик. Им-то и завершим. Сейчас информация будет по поводу кебабов. Странно, странно. Но ответ меня, к сожалению, разочаровал. Честно говоря, здесь практически всегда ты слышишь, что, ой, да, действительно так случилось, давайте сейчас быстренько все поправим. Или тебе чуть ли не новый кебаб выдают. А здесь ответили, ну, извините, так получилось, в следующий раз мы учтем. Это немного странно. Вот совсем немного странно, потому что вот передо мной одинаковые два кебаба, должны быть которые. Здесь стройка идет, извините за шум. Один нормальный, вкусный, хороший, с кучей мяса, с кучей начинки и соусом. А второй ни мяса, ни соуса, ни остроты, и ничего из того, что вообще предполагалось. Очень странно, очень странно. Дождемся супчика. Вот он, я надеюсь, не разочарует. А супы здесь, что интересно, подаются в трех видах. Ну, естественно, фу-бо, бо это с говядиной, но также еще и два других супа. Один с уткой, а другой со свининой. Ну, раз у нас сегодня с утки начиналось, уткой же и закончим. Какой это суп будет, пока не знаю. Сейчас поконкретнее узнаю, но уже заказал с уткой. И вот он подоспел супчик. Отлично, потому что цена вот за такую реально огромную плошку 40 донгов. Между прочим, очень даже гуманный ценник. Плюс, я почему в предыдущем кадре, когда мы ели кебаб, не сказал про, допустим, вот это уже стояло здесь, вот это уже стояло здесь, потому что к кебабу это отношение не имеет. Это все вот тебе на стол подают, когда ты даже один супчик заказываешь. И неважно, просто это подается на стол. Также еще вот соус вот такой, вот такой соус, вот такой соус. Да ты просто как король. За 40 донгов здесь можешь отъесться вот одним реально супчиком. Да, неплохо. Само собой, палочки стоят на улице, поэтому первым делом взяли салфетку и так протерли слегка. Все, порядок. Хотя они, естественно, здесь и так чистые, но, знаете, корона. Хотя и здесь уже нет давно. Давайте смотреть. Суп называется бейвэн. Соответственно, это типа еще и с уткой. Я попросил ногу. Кстати, дают еще и на выбор. Хочешь ногу, хочешь крыло, хочешь грудку. Но мне показалось, что нога будет, допустим, самая сочная, и утки здесь навалили. Ну, как всегда, ее разделывают с костями, со всеми делами. То есть тут, да, придется поковыряться. Ну, ничего не поделаешь. Вот единственное, что везде здесь хромает, это, конечно же, разделка. Но по поводу количества утки, да, нормально. Полноценная нога. Так, далее. Арахис. Вот это вот, это вареная кровь. Это кусочек вареной крови. Это не печень. То есть это очень интересная штука такая, приготовляется. По вкусу она практически та же самая печенка, только намного-намного мягче. Какой-то соусец сверху острый накидали. Отлично. Ну, и на лапшу, как всегда, не скупятся. Вот прям не скупятся. Этим вот здесь супчики мне очень нравятся, конечно же. Не перестаю удивляться тому, что подносят. А сейчас еще и поднесли вот такой вот огромный кувшин чая. Просто прилагается это вам здесь. К одному тому же супчику. Что же, вот это огромное количество травы, но здесь вот эта вот болотная трава, обычный салат, мята, базилик. Вот базилика я немножко добавлю. Вот так вот пару кусочков каких-то. Ну и можно, наверное, пару листиков мяты еще так добавить, чисто шобуло, так сказать. Ну, салат и салат, Господь с ним. Для начала вот как раз с базиликом мне очень нравится здесь лапша, поэтому вот как раз с листиком базилика ее и попробуем. Давай-ка вместе замешаем. Отличная лапша. Базилик к ней очень подходит. Вот прям очень подходит, советую. Свежесть салата тоже, наверное, неплохо. Почему нет? Тем более у вас, вон, вся миска в распоряжении. Слегка-слегка остренькая. То есть, знаете, хотите поострее, вот есть. Теперь кусочек крови попробуем. Ложки здесь точно так же присутствуют. Вот, эта штука тоже очень интересная. Консистенция чуть-чуть более резинистая, чем печенка. Если печенка сразу на крупички такие распадается, то вот эта более резинистая, но в то же время более мягкая. Вкус идентичный практически печенки. Очень, очень, очень неплохо. Вот с бульончиком вот так вот. Отлично. Ну и теперь что же? Самое главное утка. Не хочется руками копаться, поэтому придется как-то вот... О, получилось. Отлично. Отковырять кусочками на мясо. Она не такая мягкая, как мы грильную пробовали здесь пожевать. Утка чуть послабже здесь, но... Но она вкусная. И с бульоном, и со всем остальным. Прям наешься, наешься. Другой вопрос, что... Либо здесь нужно прям помыть хорошенько руки перед тем, как ты начинаешь есть утку, либо есть в перчатках. Потому что серьезно, ковыряться вот так вот в косточках здесь мне не очень все-таки нравится. Но по вкусу претензий нет. И вот я выковырил еще кусочек мяса утки и хочу чуть-чуть, 3-4 капельки лайма и пару капелек рыбного. Вот так вот. А вот это совсем другое дело. Пожевать надо в любом случае. Вот чем мне очень нравятся вот эти все добавки здесь. Что ни говори, а ты еще и чили здесь есть огромное количество. Ты действительно во время поедания супа можешь разнообразить его невероятным количеством раз. То есть какой-то укус лапши полил себе лаймом. Какой-то укус лапши полил себе рыбным. Или все вместе. Или еще остроты добавил. Или вот того чили. Какой-то с базиликом съел. Это третий вкус. И так далее, и так далее. Это невероятное разнообразие на фоне одного супчика. Ты можешь сесть вот здесь и реально не просто вот так вот чик-чик-чик за 5 минуточек его сточить, а сесть реально час и прям насладиться разнообразием, огромным вкусами. То есть вот этот супчик чуть ли сегодня не самое главное. Удивительное мое открытие из всего того, что мы пробовали. Хотя ни в коем случае про первую утку и про первую же свинину нельзя забывать. А шкурка хрустящая свинина была просто великолепная. Ну а с вами был Константин. Для подписчиков-гостян. Всем пока. Всем бы такого супчика. Крайне, крайне рекомендую. Может как-нибудь приготовим его? Да, нужно узнать рецепт. Точно. Сделаем. И я тут сижу, подъедаю, не устаю распинаться про разнообразие. А мне еще и соус принесли. Еще какой-то дополнительный. И судя по всему очень и очень остренький. Ну давайте я его так уже попробую. Кыш. Ого. Ого-ого. А это прям совсем ни на что не похоже. Никогда еще такого не встречал. Это острый, с рыбным, с ферментированным тофу. Теперь я этот вкус уже узнаю. Слушайте, огонь. И еще даже соус поднесли какой-то. Да это разнообразие просто зашкаливает. Слушайте, божественно. Просто божественно. Всем пока. Офинка. Офинка. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует... Продолжение следует...